Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Сегодня 7 число января, Рождество. Поздравляю всех православных. И новости. Какие новости? Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Денштаба Ирана. Ух ты, какой важный Шойгу. Провел разговор, даже два. Оба касались обострения обстановки на Ближнем Востоке. И тут, кстати, вот у меня висит в ленте. Парламент РАНа признал Пентагон террористической организации. Вот тут все фотографии. Церемония прощания с генералом и так далее. Ребят, вот вы меня часто спрашиваете, да, а что вот так вот? Американцы не могут Путина грохнуть? Да могут, конечно. Вот. И что из этого будет? Это же будет мировой кризис. Представляете? Ну и зачем? Кому это надо? Вот сейчас тоже вот Трамп с бухты барахты взял и пустил ракету в генерала. И смотрите, какой скандал большой на весь мир. Ну вот. Надо более мягкими методами, наверное, как-то действовать. Да. Вот я так думаю. Ладно, смотрим дальше. Это у меня все вчерашние, кстати, новости. Сегодня во всех новостях Путин в кофте стоит в каком-то соборе, окруженный детьми. Уже больше нет металлоргов и комбайнеров. Детей туда поднагнали. И вот он, значит, стоит с таким каким-то унылым видом празднует Рождество. А больше... Ну вот. Еще тут что? Какие новости? Иран пригрозил США вторым Вьетнамом из-за убийства Сулеймани. Иранцы грозят, но пока вроде никак не действуют. Вроде бы ничего. Но они пока еще только похоронили. Посмотрим, что дальше будет. Так вот, советник верховного лидера Ирана Али Хамейни, ну тут длинная фамилия, накануне заявил, что именно Америка начала войну и пообещал подготовить достойный ответ на убийство Сулеймани. Да, видите, как убийство Сулеймани обвалило рынок Ближнего Востока. Они вдорожают, кстати. А рубль почему-то падает. Вообще непонятно. В Ульяновске, но тут вот что. В России все одно и то же. В России изобретаются новые способы убийства населения. В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки. Куда же он... Я подумал, в холодильник. Раньше такое было в холодильнике, забирались. Ну сейчас замки другие, сейчас просто магниты, да. Вот. А раньше вот в холодильник Саратов, если заберешься, оттуда уже... Выхода нет оттуда. Потому что открывалось ручкой наружу. Так. А здесь он забрался куда-куда. В кровать трансформер. Где спустя время обнаружили без признаков жизни. Да, нехорошо это. Жалко. Мальчик совсем маленький. Улица Отрадная, Ульяновске. Так. Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню. Это очень хитрая статья. Смотрите. Если вы хотите, да пошел ты в баню, да. Нужно сначала поинтересоваться. А нет ли у него каких-то болезней, с которыми в баню ходить нельзя. Баня и парная с высокой температурой противопоказана при гипертонии, сердечно-сосудистых патологиях. Если учесть, что в России половина гипертоников, то вообще никому в баню нельзя ходить. Нет, нельзя так оставаться. Ну, вырежьте, помыться и все. В нетрезвом виде. Ну, это само собой, да. А кто же в трезвом виде в баню ходит? Странно это все. Какие-то советы. Тут про колбасу еще давали советы. О, а здесь опять лента. Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье. Фуф. Нехороший. Вот хорошая новость, ребята. Очень хорошая. Цены на золото и палладий обновили рекорды. Так что, если у вас дома есть золото и палладий, то радуйтесь. У них цена возросла. Я вообще даже не знаю толком, что такое палладий. Хорошо это или плохо. Ну, золото, да, золото все знают. У всех златишка есть дома. По крайней мере, золотые зубы. Так, вести. Ох, ее. Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ. Подвозил 31-летнюю женщину. По пути она уснула. Чем он воспользовался? Да что же, как... А куда же машина-то доехала? Ну, вообще непонятно, непонятно. А он, кстати, не признался. Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована. Ну, хоть дела напрасно, но вот все-таки. Он проснул, да. А, вот как. Он начал приставать к женщине, требуя сексуального внимания. Сексуального внимания. Девушка, а девушка, у вас есть сексуальное внимание? Как-то это все странно. Как-то это все странно. Тут еще где-то фраза была вообще убийственная. А вот. Он изнасиловал ее и совершил действие. И совершил действие сексуального характера. Так это как? И то, и другое. Аж какие еще могут быть действия? Ой, блин. Это кто так пишет-то? Вести Ру, Вести Ру. Вообще русский язык забыли. Так. Украинцы признали Крым. Аксенов рассказал, что украинцы признали Крым российским. Все, да. Вот. Прямо написано даже. Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским. Наверное, опять запоевшил мужик. Ну, такое сказать это. Это же надо придумать. Наверное, ему Белочка это подсказала, а он сразу в эфир. Надо ориентироваться на интересы пациента. Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году? Ну, мы все знаем этого пациента. Он сегодня везде-везде сфотографирован в кофте. Ну, такая, она не женская. Ну, какая-то странная кофта. С детишками держит свечку. Вот на него все будут ориентироваться. Дефицитные лекарства. Да забудьте. Бог дал, Бог взял. Вообще, надо врачей упразднить в России. Лечиться коровью мочой. Вот и все. К этому делу и пойдет. Трамп обещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Ой, а в Греции никогда не будет грибов. Ну, точно. Прям вот Трамп обещал. Боже, что мой. Тоже вот уже с дуба рухнуло. Окончательно, окончательно. Написал в Твиттер. Боже мой. С каким... Ей-богу, Америка будет извиняться за Трампа. Будет извиняться за то, что избрали его в президенты. Ребята, придет такое время. Ей-богу. Вот, а вот здесь вот несут какие-то иконы. Вот Путин в кофте. Да, 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 да. Ну, это сбоку у меня на экране Путин вылез в кофточке. Да, Трамп признал. О, мнение... Упс, стоп, 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 стоп. По мнению Пелоси, решение Трампа подвергает опасности тысячи людей, включая американских военных, дипломатов и союзников США. С Питер палаты представителей подчеркнуло, что операцию провели без уведомления Конгресса. Пелоси считает действия Трампа провокационными. О чем я вам говорил? Все так, ребята. СМИ предупредили о новогоднем вирусе в WhatsApp. А, это вот идут вам поздравления, поздравления, поздравления. И вот, по информации портала, злоумышленники под видом праздничных поздравлений отправляют подзывателям ссылки на зараженную веб-страницей. Да у меня вообще что-то я им не пользуюсь нифига. Так, пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту. В Нигерии пираты напали на нефтяное судно, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов. Господи! И взяли в заложники трех членов экипажа. Двоих россиян и одного индуса. Два россиянина и один индус в неделе прокладывали трубы. Ого! Ничего пельмени! Денсек ООН. Деополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке. А в веке, ну в веке да, ну тоже он призвал мировых лидеров возобновить диалог и не допустить начала новой войны. Да не будет войны. Думская комиссия по этике рассмотрит поведение Владимира Жириновского при раздаче им денег прохожим в центре Москвы. Да ну обсудят. После 13 января там все забудется. Напомним сегодня, ну это вчера, Жириновский раздавал тысячные купюры, обращаясь к прохожим и используя слова «крепостные и холопы». Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания по делу об импичменте президента США. А дальше он не был. Раньше он не был готов, а сейчас опять готов. Так, Матвей Гонопольский ушел еще один, ну тут знаете что, итоги без Киселева такая передача. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на 24-часовой круглосуточный вой на российских телеканалах, где оплативается Сулеймани. Где говорится об убийстве Сулеймани, так как, наверное, говорилось бы об убийстве какого-то важного государственного российского деятеля. Тут, знаете, что я ее оставил, вот эту статью. Смысл такой, что якобы это именно Сулеймани был человек, который убедил Путина, что российские войска нужно двинуть в Сирию. Вот ведь как здесь завязано все. В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу. Альфреду аудитора. Да, раскидал 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. Никаких заявлений в полицию не поступало, нарушений общественного порядка не было. Ну, не было, значит, не было. Австралию предупредили о новом катаклизме. Ребята, там не только пожары, там еще циклоны скоро начнутся, которые принесут разрушительное наводнение. Вот ж не везет-то им, а. Ой, тут такие цифры страшные. Не буду я читать. Меры безопасности в России усилены в преддверии Рождества. А потому что все вот эти со свечками стоят, да. Все коммунисты пошли в храмы, стоят со свечками. Поэтому меры безопасности усилены. Раньше никогда такого не было. Ладно, всего хорошего. До свидания. Доктор Влад с вами. Еще раз с Рождеством.